Библейский портал экзегет.ру представляет зависит прежде всего от благочисления царя, от того, насколько он верен Богу. И царь Охас — прекрасный пример, хотя и не очень хороший человек, и не очень хороший царь, поэтому о нем будет сказано довольно подробно. Казалось бы, про прошлого Иофама надо бы подробнее. Он там приличный был царь, и строил хорошо все, и верен был Господу, но важно показать свою идею. Он не пишет наш представитель историю успеха, славные страницы нашего прошлого. Он пишет поучительную книгу, книгу, которую можно будет использовать как, собственно говоря, пособие «Как жить сегодня». Когда Охас стал царем, ему было 20 лет, и все они такие молодые, вот довольно рано умирают цари и становятся наследники Рана следующими царями. Он царствовал в Иерусалиме 16 лет. Ну, как и его отец, кстати, да, понятно, что за 16 лет он едва-едва успевал вырастить себя наследником. Не творил он дел угодных Господу, не брал пример со своего предка Давида, а шел по пути царей Израиля и даже делал литые статуи Ваалов. Израиль — Северное царство, вот для нашего хрониста, так мы называем автора, он, безусловно, образец нечестивого государства. Он приносил жертвы в долине Бенхенном, жертвы, какие не очень понятны, и сжигал собственных сыновей. Подобные мерзости делали народы, которых Господь истребил, чтобы отдать их землю Израиля. Ничего себе! Бенхенном — это, кстати, название долины, по-другому — Гехенном, которое стало названием Гиены, место посмертных мучений, и сжигал собственных сыновей. Зачем принести жертву? Самая ценная жертва — это то, что ты больше всего любишь. Свой ребенок. Отдай Богу своего ребенка, и Бог будет настолько потрясен этим твоим даром, что тебе даст удачу в делах, на войне и вообще в личной жизни. И в святилищах местных, и на холмах, и под каждым деревом ветвистом он закалывал и сжигал жертвы. Какой религиозный был человек, да? Благочестивый. Язычество — это все. А не случайно единственный храм в Иерусалиме становится центром культа, потому что все остальное очень легко оказывается языческим. Сначала Господь его Бог отдал Ахаза в руки арамейского царя. Арамей разбили его, ввели много пленников в Дамаск. Арамей — они же сирийцы, дамаск их столица. Потом Господь отдал Ахаза в руки израильского царя, северного. Тот устроил страшное побоище. Пеках, сын Римаали, за один день перебил из аудеев 120 тысяч человек, могучих воинов. Они оставили Господа, Бога своих отцов. Зехри, богатырь из Ефремлен, тоже северное царство, убил царского сына Моассеева, дворцового правителя Азрикама и Элкану, второго человека. Государство после царя. Да уж. И все это потому, что народ погряз в пороках давно, и об этом мы в этой книге читаем, уже даже отмечать нечего. Но царь может быть благочестивым и как-то удерживать свой народ от окончательного сползания в болото. А вот когда он сам такой же, то все идет совсем плохо. Израильтяне взяли в плен у своих родичей 200 тысяч женщин и детей, награбили много добра. Добычу они отвезли в Самарию. Самария – столица Северного Израильского царства. А там был пророк Божий по имени Одед. Он вышел навстречу войску, возвращающемуся в Самарию, с такими словами. «Гнев Господа, Бога ваших отцов, обрушился на иудеев, поэтому Господь отдал их в ваши руки. Но вы убивали их с такой яростью, что она достигла небес. А теперь вы собираетесь жить, ли Иудеи Иерусалима сделать своими рабами и рабынями? Разве на вас самих нет грехов пред Господом вашим Богом? Слушайте, что я вам скажу. Отпустите из плена своих собратьев, ибо вы навлекаете на себя гнев Господень». То есть, вы думаете, вы такие крутые воины разбили своих братьев и иудеев? Израильтяне – нет. Господь отдал их в ваши руки за грехи. У вас, между прочим, ничуть не лучше положение. Поэтому проявите милость. Они наказаны, наказаны Богом в той мере, в которой Бог для них определил. Несколько предводителей Ефремлин Азария – сын Ихуханана, Берехия – сын Мишиллемота, Иезекия – сын Шалума, Амаса – сын Хадлая тоже стали обвинять тех, кто вернулся с войны. Смотрите, выступает пророк, и среди людей раздаются голоса. Они, наверное, раньше так думали, но молчали. Трудно выступать первому. Думаешь, чего я один буду? Все, наверное, против окажется. Нет, когда не все, то уже легче. И сказали, «Вам не нужно было приводить сюда этих пленных, сказали они, чтобы на нас не легла вина пред Господом. Вы хотите увеличить число наших грехов и провинностей? Но вина наша и так велика, а Господь и так гневен на Израиль». Жестокость и милосердие к своим близким – это тоже тяжелый грех. «Вернувшиеся из похода передали пленников и награбленное добро вельможам и всей общине. Были поименно назначены люди, которые позаботились о пленных. Из военной добычи выделили одежду для тех, кто был раздет. Они одели их, обули, накормили, напоили, смазали раны, ослабших посадили на ослов и отвели пленных в Иерихон, город Пальм, откуда было недалеко до их родичей, а сами вернулись в Самарию». Ничего себе! Смотрите, войско захватило на войне богатую добычу. Каждый идет и думает, отлично, у меня теперь раб и рабыня. Рабы на меня работают, рабыня готовить мне, развлекать меня. Как здорово! Выходит какой-то пророк и говорит, а ну отпустили всех. И все сказали, да, давайте отпустим, не нужно нам этих рабов. Вот очень часто люди думают, что сила инерции слишком велика, что никто не захочет менять свою жизнь. Но когда они видят какой-то конкретный пример, какой-то конкретный призыв, то многие начинают меняться. И вот всего лишь надо было выйти пророку и сказать, и это северное царство, царство, которое вроде погрязло в язычестве. Но оказывается, там иногда помнят о боге лучше, чем в южном, которое вроде бы как раз служит богу. Но Ахасу никак не уймется. В это время царь Ахас послал к ассирийским царям за помощью. Ой, какая наивность! Ассирия — это восходящая великая держава. И такие державы не то, что бесплатно не помогают, они воспринимают любой призыв о помощи, как свидетельство слабости. А где слабость, там поживо. И дометяне вновь напали на иудеев. Это окрестный народ, они с ними воюют постоянно. Но это такие мелкие междоусобные войны. Напали на иудеев, разгромили их, увели пленников, в то время как филистимляне продолжали разорять иудейские города в предгорьях и в пустыне Негев. Они захватили Бетшемеша, Елонги, Деротс, Соху вместе с селениями вокруг них, Темной Гемзо вместе с селениями вокруг них, и сами поселились в этих городах. Ну, то есть все плохо, территории утрачиваются. Так Господь унизил иудеев за Ахаза, царя Израилева, который развратил иудею, сделал ее неверной Господу. И хотя вообще-то, как бы иудея и сама была не очень благочестива, но царь это все-таки ориентирует. Когда уже и царь ударился, выдало поклонство, то, конечно, никаких уже не остается сдерживающих явлений. Хотя остается пророк Исаия, который ровно при этом Ахазе пророчествовал, не только при нем, но при нем в том числе, но его уже не очень слушают. Так, ну и вот поэтому он к асирийцам обратился к великой державе, которая на севере, пусть она придет и наведет порядок. Ага, придет. Асирийский царь Теглат-Паласар напал на него и осадил вместо того, чтобы помочь ему. Я еще раз говорю, расслабость, надо напасть. Вот эта логика хищника, да? Ахаз взял сокровища из храма Господа, царского дворца и усановников и послал асирийскому царю, но это не помогло, то есть отдал все, что мог. В это трудное время царь Ахаз все больше и больше нарушал верность Господа. Он приносил жертву богам Дамаска, которые нанесли ему поражение, рассуждал так. Боги арамейских царей пришли своим людям на помощь. Я буду приносить им жертвы, они станут помогать мне. Но эти боги принесли гибель Ахазу и всему Израилю. Ахаз собрал и унес из Божьего храма всю утварь, затворил двери Господнего храма и стал воздвигать жертвенники на каждом углу в Иерусалиме. В каждом городе по всей Иудеи он сооружал капище, то есть языческое святилище. И там он приносил жертву чужим богам. Так он оскорблял Господа, Бога своих отцов. Какому богу служить? Тому, который выгоднее. А какой бог выгоднее? А давайте посмотрим, кому сопутствует удача. Кто добился славы, завоевал много земель, покорил много врагов. Ага, значит, его бог дал ему много. Буду и я служить этому богу. Это хорошая идея. Прочие о деяниях и поступках Ахаза, и что было в начале, и что было в конце, написано в книге царей Иудеи Израиля. И упокоился Ахаз рядом со своими предками. Его похоронили в самом городе в Иерусалиме, но не там, где похоронены цари Израиля. То есть все-таки было ощущение, что вот этот человек в силу своего языческого такого настроения, он не подходит, он не может быть на самом деле царем Израиля. Даже если фактически он им был, даже если по праву он им был и правил, вот все-таки после смерти он оставляет даже сразу для своих современников память о себе, как о том, кто не достоин быть царем. Всего лишь. А где же великие поражения, где наказанием, чума там, мор, еще что-нибудь. Они всегда приходят, но всегда остается след в истории. Царем после него стал его сын Языкия. Ну, а тут уже будет очень интересная следующая глава про Языкию.